В настоящее время женская команда «Инисей» в предварительном этапе чемпионата России и Суперлиги занимает шестое место среди десяти команд-участниц. 18 января команде предстоит матч с командой «Сахалин» из Южно-Сахалинска. С каким настроем девушки готовятся к игре, расскажут очаровательные игроки волейбольной команды «Инисей» Екатерина Ефимова и Анастасия Гайрелик. Доброе утро. Доброе утро, девушки. Но 15 января мы знаем, что вы очень удачно сыграли с «Саратовским протоном», в «Сухую» обыграли 3-0 счет. Легко ли далась победа? Нет, не легко. Была серия поражений, и эта победа была очень важна. А соперники сильные? Это наши прямые конкуренты, поэтому силы примерно... Ну, вы их разгромили просто со счетом 3-0. Как настраивались на такую победу, тем более, если говорите, что после серии поражений? Ну, я думаю, что все очень хотели просто этого, и как-то все вместе. А на новую игру как настраиваетесь? Что сами себе желаете? Ну, мы всегда настраиваемся, наверное, на каждую игру, как на последнюю. Вот, поэтому каждая игра у нас принципиальная, всем хочется доказать, что мы чего-то стоим в чемпионате. Поэтому каждая игра у нас как... А есть какие-то особенные у вас такие фишечки, которыми вы друг с другом как бы делитесь и заряжаетесь на эту игру, на победу? Ну, в раздевалке, наверное, начинается все. В раздевалке там музыка. Шлепаете друг друга, давай здесь играем. Ну, и такое, конечно. Ну, мы все знаем, как себя ведет на площадке во время игры известный тренер Карполе. У вас тренер как-то так подбадривает вас жестко? Ну, у нас сейчас новый тренер, и как бы он такой более спокойный, нежели Карполе. Понятно, да, к вам относится, спокойно все говорит, да. Но эмоции, наверное, зашкаливают, да, когда тем более счет такой вот на грани, балансирующий. Легко ли сохранить этот настрой и не потеряться, и просто, ну, не психануть, и не начать совершать ошибки? Ну, ты в игре как бы об этом не думаешь, ты, ну, играешь и... Играешь, играешь. Просто показываешь свою технику, да, техника, которая наработана годами, которая на тренировках наработана. Мы знаем, что в нашем Красноярском Енисееве играете первый сезон, а как вам в нашем клубе вообще? Ну, лично мне все очень нравится. Для меня, наверное, как и для любого игрока важна атмосфера в команде, поэтому я могу с уверенностью сказать, что я попала именно в ту атмосферу, в которой мне... Комфортно. Уютно, комфортно, да. И, как бы, наверное, хочется в первую очередь поблагодарить девчонок и всех, кто вокруг команды, тренерский персонал, за то, что делают все возможное. Потому что, как бы, очень важно, когда ты находишься вдали от дома, чтобы чувствовать максимально приближенную... Ну, мы вот знаем, что у вас-то география вообще обширная. Украина, Румыния, Италия, там вы везде играли. В Красноярске попрохладнее, наверное, да? Да, пришлось поморозиться немножко, да, меня предупреждали, но... Но зато атмосфера теплая в команде. Ну, да, поэтому я думаю, что эти холода так переносятся. Екатерина, вы тоже успели везде поиграть, а как в Красноярске? Да, погода у меня, как бы, все устраивает. Я здесь практически местная. А скажите, а вот когда заканчиваются игры, как вы предпочитаете проводить свое свободное время? Да, всегда по-разному, но... Ну, как отдыхаете, расслабляете? Любимое занятие волейболисток? Вот что это? Кино, боулинг, я не знаю, прогулки, лыжи? Ну, в принципе, наверное, как вы и сказали, это кино по возможности, наверное, да, там... Бывает, мы можем собраться вместе, там, даже кофе попить какой-то, там, что-то приготовить дома. Ну, если вы собираетесь вместе, я думаю, замечаю сразу всех за какое-то количество огромных девушек, высокого роста, красивых. А вообще, как вот девчонки маленькие приходят в волейбол? Все это обусловлено именно ростом, тем, что вы, ну, гораздо выше своих сверстниц? Или все-таки как-то родители вас подталкивают, или сами хотите волейболом заниматься? Вот в вашей истории как это было? Ну, вообще, как правило, вот у нас тренера из детских школ приходят в обычные школы и, конечно, смотрят за высокими ребятами, девчонками. Бросают мячик от Билла, если... То есть физические данные, это самое главное? Сразу, а потом, я думаю, любовь ребенка, их можно развить, как бы, и там уже. Вот, ну, лично меня направили, скажем так, мои родители в спорт, поэтому благодаря им я, наверное, сейчас... Спасибо родителям. Да, спасибо родителям, передаем привет. Да, мы знаем, девушки, что вы сегодня еще хотели бы сделать небольшой презент для наших телезрителей, разыграть билеты на предстоящую игру, которая состоится уже завтра. Вопрос, наверное, зададим. Тот, кто первым пришлет нам СМС с правильным ответом. Проверим наших зрителей, кстати, еще и на внимательность. С каким счетом Енисей обыграл саратовский протон? В самом начале беседы мы об этом говорили. Да, мы уже об этом сказали. Но у нас есть варианты ответов. Первый вариант 2.1, второй вариант 3.1 и третий вариант 3.0. Так, правильный ответ выбирайте, присылайте нам СМС на короткий номер 9020, остров, пробел, текст вашего сообщения, правильного ответа. Ну и подпись, конечно, чтобы мы знали, кому... И билеты, и игра состоится уже завтра. Завтра, да. Уже завтра, так что поскорее поторопитесь с ответом, кому-то достанутся данные билеты. Ну а в завершение нашей беседы, пожалуйста, пожелайте что-нибудь нашим телезрителям, чтобы не замерзали люди, когда на улице вот так вот минус 30 и еще ниже. Да. Какой секрет, чтобы не замерзать? Да. Как вы греетесь? Да, волейбольный рецепт согревания. Да, я думаю, что, наверное, главное, это, наверное, семейное тепло, поэтому я желаю всем... И горячий чай с лимончиком. Семейное тепло и горячий чай с лимончиком. Спасибо большое. А мы, в свою очередь, желаем вам, чтобы завтра такой же сухой счет в вашу пользу и состоялся. Успехов вам, удачи, будем болеть за вас. Спасибо. Еще раз представлю наших гостей. Екатерина Ефимова и Анастасия Гайрелик, игроки волейбольной команды Енисей. Спасибо, что сегодня утром так рано проснулись и пришли к нам в гости. Спасибо вам за приглашение.